Марии Рыбинович было всего 19 лет, когда случился пожар в здании областного ОВД в 1999 году. Она стала самой молодой из тех, кто погиб в тот ужасный день. С тех пор в годовщину трагедии родители и ее сестры обязательно приезжают, чтобы возложить цветы к мемориалу. Как вспоминает ее мама Наталья, в тот день они увиделись через окно в автобусе, на котором Мария поехала на работу. Автобус поворачивает по кольцу. Сашка маленькая самая была, сейчас ей уже 33 года. Саша кричит «Маша, Маша!» И Маша так улыбнулась, вот так вот помахала рукой. Все. Больше ни в живых, ни в мертвых мы ее не видим. Трагедия унесла жизни 57 человек. Их имена увековечены на стене мемориального комплекса. В 2014 году в регионе появилась памятная дата. Каждый год, 10 февраля, вспоминают о правоохранителях, погибших при исполнении служебных обязанностей. Здесь, на Куйбышево-42, у мемориального комплекса традиционно собираются самарцы, чтобы почтить память о людях, которые стояли на защите Родины. В церемонии возложения цветов приняли участие полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, начальник ГУ МВД России по Самарской области, генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, ветераны и сотрудники органов внутренних дел, глава Самары Елена Лапушкина, депутаты, руководители ведомств, курсанты, представители молодежных и общественных организаций. Если мы не будем чтить память о сотрудниках правоохранительных органов, которые отдали свои жизни при исполнении своих обязанностей, если будем забывать героев-защитников нашего Отечества, тех, кто стоит на страже порядка, законности, безопасности нашей граждан, защищает интересы нашей Родины, мирное небо над нашей страной, если мы забудем об этом, то у нашей страны не будет будущего. Можно помнить, но ведь и люди, которые погибли, сделали много вклада в МВД, в полицию, в органы внутренних дел. Ценим, ценим их за все, что они сделали. Так сложились обстоятельства, что в тех условиях 57 человек спасти не сумели. И вот с этой болью, с этой памятью приходится идти вот каждый год. После церемонии возложения в храме Часовни Святого Александра Невского прошла панихида по погибшим в той страшной трагедии. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.